ребята всем привет на связи саша робинсон сегодня я хочу записать это видео во первых для всех тех кто уже на курсе я хочу им рассказать о составе курса и рассказать в подробностях какие будут уроки в каждом из модулей какой будет формат курса и вы знаете я сейчас пока ходила за кофе я словила такой инсайт что на прошлой неделе я записывала уже это видео но она у меня не сохранилась и тогда я это делала как бы для общей аудитории которые вроде бы хочется кто-то хочет кто-то не хочет идти на курс кто-то еще думает и вот сейчас я пошла за кофе до этого я сделал анонс в нашем чате уже кто на курсе начинает работать я словила инсайт что насколько сильно мне хочется а это видео записать для своих курсантов то есть потому что есть такая определенная фишка в том что я когда как бы рассказываю всем тем кто действительно этим интересуется ему нужно я вот это реально словила только что и поняла блин как у меня резко переключился это моя мотивация в какой-то нереальной такой знаете энергию отдачи то есть это как я вот это расскажу вот это и вот это и вот это расскажу и в общем это нереально классно но прежде чем я перейду к основной части разговора так скажем я хочу вам рассказать историю когда я сама пошла первый раз на курс это было в семнадцатом году это был курс по ораторскому искусству я не помню почему именно на ораторку пошла но я помню что у меня было ощущение что чтобы делать шаги дальше мне нужно идти к людям а людей я боюсь ну то есть вот я боюсь людей я писала недавно stories у себя что я стеснительный человек и на самом деле так оно и есть я всегда считал что ну что вы я раскрепощенный но когда вставал вопрос о том что просто начать разговаривать про свое творчество и тогда еще не было stories но выходить stories выходить в эфиры я тогда понимала что мне нужно идти к людям я подумала если мне одной страшно то нужно найти людей которые будут меня поддерживать во первых тот кто мне расскажет как это лучше делать и второе какое-то такое поддерживающее окружение и вы знаете я не прогадала потому что тот курс для меня он был вот он знаете поменял очень много в моей жизни потому что мы делали какие-то нереальные растяжки если кто в теме они знают что такое растяжки это типа вот там и за и прийти на фудкорт залезть на стол и сказать вот так вот типа я там либо там не знаю я придурок да либо еще что-то и у меня например были задания когда я помню я жила в переделкино на работу я добиралась мне нужно было на электричке до киевского вокзала с киевского вокзала там нет две станции до парка культуры на метро и вот моя задача была я помню зайти в вагон в электричке либо зайти и что-то сказать громко на весь вагон ну типа тем самым показать что ты наверное какой-то сумасшедший либо я помню не сказала а я встала то есть мы сидели все вагон битком мы все сидим едем такие знаете как серая москва все едут трясутся осень и я встала и сказала здравствуйте дорогие там не знаю кто там а я вам всем желаю там хорошего дня и потом важно не выйти из вагона а сесть на свое место и прожить вот этот взрыв адреналина который просто зашкаливает я помню я это сделала и этот момент он знаете был для меня очень таким значимым решающе многое потому что когда ты это делаешь то есть ты идешь в свой страх то есть раз и сделал шаг ты понимаешь что это был просто твой страх это была твоя иллюзия которая мешала тебе делать шаги вперед и это было нереально круто я вам хотела рассказать эту небольшую историю просто показать вам на своем примере что нужно делать шаги если вам этого хочется потому что чем больше вы сидите ждете не ждете я уверена каждый из вас делает какие-то определенные действия но очень часто мы откладываем и списываем на то что но есть что-то более важно есть что-то более нужный в данный момент и опять же вопрос нужно и кому вам или вашему окружению вот вот на этом мое вступление заканчивается и сейчас я буду рассказывать а про курс который у нас начинается он уже начался но он стартует то есть уроки мы начинаем публиковать в этот понедельник ребята всем привет я вижу вас так я сейчас до поделиться фото главное не выбрать личные обнаженные из тех которые здесь присутствуют а то я как бы вот худею и фотки такие часто делаю так идем так 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 вот нашла самым первым в самом начале да я вижу вас сердечки огромное вам спасибо я вам всем машу даже рукой самом начале расскажу про формат значит курс у нас длится 6 недель то есть это полтора месяца каждую неделю несколько раз в неделю вам публикуются уроки вы их смотрите в виде видео уроков на платформе get курс уроки максимально логично потому что я этот курс уже запускаю второй год наверное пошел да ну в общем год я его уже запускала его постоянно меня и видоизменяя на основании обратной связи уроки раз в неделю публику не раз каждую неделю новые уроки и у этих уроков есть домашние задания выполнять домашние задания нужно обязательно вот моя помощница наташа мой супер ассистент пишет что каждые пять дней до уроки появляются новые каждые пять дней что важно мое замечание было всегда что не хватало потому что были периоды когда не было живых эфиров и я замечала что но знаете в самом начале мы все-таки замотивированные мы такие хотим рвать и метать и я поняла что не хватает поддержки не хватает живых эфиров и тогда мы ввели живые эфиры каждую неделю есть живой эфир со мной на котором я отвечаю на ваши вопросы которые у вас появляются по ходу прохождения там просмотра видео уроков это очень важно второе если у вас тариф с поддержкой либо тариф вип а это кстати по поводу эфиров тоже относится то у вас есть еще чат в котором мы уже с вами начали общаться в котором будет поддержка от меня от девочек кураторов от наших технических специалистов если у вас будут какие-то сложности с платформы с уроками либо любые другие вопросы но в первую очередь это конечно же поддержка и вот это вот знаете синергия когда все вместе мы крутим одну большую такую педаль знаете как такой маленький человечек на огромной педали один прыгает и никак не может ее провернуть вот когда нас много мы такие как эти миньоны да которые там типа ребята полежали вот это то же самое когда мы все вместе движемся потому что один в поле не воин это вот стопроцентно и доказано значит мы начинаем самом начале вступительный модуль на котором я вам даю вводную информацию по онлайн площадкам то есть это основные функции и почему на этих онлайн площадках покупают работы в тысячи сотни тысяч раз чаще чем в инстаграмах даже супер раскрученных и почему-то все супер раскрученные инстаграмы а продвинутые художники у них всегда есть онлайн галереи с другими ценами для международного покупателя и в этом блоке в этом модуле я даю обновленную статистику по типам продаж по сюжетам это закрытая статистика которая дает artfinder на профессиональном тарифе как раз таки на котором я нахожусь сейчас да и расскажу вам как же состоит из чего состоит портрет покупателя чтобы вы тоже начинали складывать вот эту вот картину своего покупателя которую впоследствии будете очень часто использовать дальше идем следующий слайд выбрать другой объект так я не буду сильно торопиться так так вот на второй неделе наверное даже в конце первой недели мы с вами начнем приводить в порядок и осознавать вот эту вашу точку а почему это важно потому что вот я рассказывала в stories про игоря и записала да потом вот он профессиональный художник и это там его преимущество было не в образовании а в том что у него система настроена и вот в этом реально очень знаете как много сути потому что очень часто художники начинающие продолжающие либо которые хотят перевести из состояния хобби в бизнес а если вы хотите этим жить и зарабатывать это должно быть вашим бизнесом как минимум а то вам необходимо вести учет инвентаризацию понимать где ваша работа в каком состоянии и этот порядок нам надо навести с вами в самом начале это кажется такая задача знаете но она какая-то непонятно но даже не ведет напрямую к продажам это же не работа публиковать не пост сделать в инстаграм и показать миру свою работу но это основа и база с которой важно начать самом начале потому что имея на руках как бы найти перед глазами цифры вы поймете на каком вы этапе какое реальное количество картин в каком формате в каком виде и где у вас находится что у вас есть сейчас на руках потому что от этого будет зависеть когда вы сможете подать заявку какое количество работ вам нужно наработать то есть вот эти вот все нюансы именно простроить ваш план ваш персональный план развития и о продвижении на онлайн галереях то есть это очень важный шаг который нужно сделать и такие знаете неприятные задачи какие-то операционные такие знаете вот они никто же не любит вести бухгалтерию до все всегда любой предприниматель в самом начале а заводите бухгалтера потому что эти цифры считать это все сводить это же так долго муторно но это же не перед мольбер там экспрессии свои выдавать никому не хочется я уверена на курсе вы это сделаете потому что за это вам будут начислены баллы об этом помните пожалуйста о призах чуть позже так как призы за большее количество баллов дальше сегодня осмотрела там работы одной из художниц и сразу вижу например что ужасные фотографии потому что фотографии это то что продает ваши работы об этом мы тоже будем говорить на курсе как их сделать самостоятельно потому что я делала самостоятельно нанимала фотографа узнавала сколько стоит вывести свои фотографии в студию а как потом эти изображения обрабатывать как увеличивать изображение чтобы на том же самом саще печатать максимальное количество принтов которые они могут распечатать с ваших работ то есть вся эта информация у нас будет сертификат подлинности в бонусном уроке что это такое у меня сейчас ситуация такая наверное не должна мне они рассказывать но я вам расскажу долетела работа сейчас до клиента и вы знаете я забыла положить сертификат я конечно же написала причем поддержка арт-файндера не клиенты напрямую написал а поддержка арт-файндера мне написала а клиент не может найти сертификат а вы что вы не приложили и я конечно сказала ну да мой ассистент кажется не приложил это такая крутая хотя никаких ассистентов у меня в этом плане нет понимаете сертификат очень важен и нужен из сертификата не просто бумажка фирменная с вашим именем и подписью это еще и документ об этом тоже мы говорим но уже в части курса про отправку упаковку и документы да то есть об этом позже в бонусном уроке я вам покажу каким образом выглядит сертификат вы сделаете свой и более того я даже собрала небольшую библиотеку лучших сертификатов а которые делали наши ученики чтобы вы видели живые примеры как это делается то есть самом начале в первом во втором модуле мы с вами посмотрим что у вас как выглядит ваше портфолио а какие ваши сильные стороны где вам нужно дорабатывать чтобы вы понимали весь свой путь дальнейший так идем дальше если у вас возникают вопросы пожалуйста мне пишите в комментариях пока я открываю следующий слайд на когда листаешь свои фотографии понимаешь насколько быстро идет твоя жизнь так вижу сердечки до глоток кофе третий модуль на курсе мы будем с вами говорить про три основные площадки это три основные работающие продающие площадки art finder сачи и single art single art я добавила наверное только полгода назад потому что если год назад мы вспоминаем про них они набирали художников звали художников к себе на платформу вкладывались инвестировали очень хорошие мне кажется там целое состояние в этот трафик который идет к ним на онлайн галерею именно в покупателей потому что это самое важное в онлайн галереи чтобы они работали над трафиком покупателей который идет к ним и поэтому я single art и включила в курс к чему я все это говорю потому что многие из вас думают вот бы мне быть на арт-файндере вот бы мне как в арт-файндер и все вся жизнь на арт-файндере ребята это не так достаточно большое количество художников так как я их постоянно отслеживаю я вижу что есть какие-то публикации какие-то статьи у арт-файндера об этом художнике но этого художника я сейчас на арт-файндере не нахожу но он есть на сачи этот художник и я делаю вывод что этот художник ушел с арт-файндера на сачи потому что несмотря на то что говорят что сачи не работает сачи как бы там что-то еще действительно на сачи конкуренции намного выше потому что арт-файндер и single art эту конкуренцию искусственно сдерживают чтобы художникам тоже было выгодно на этих площадках находиться это как бы вполне оправданно но когда вы поймете по функционалу каждый из этих площадок а я рассказываю в сравнении по этим площадкам вы поймете какая вам площадка нравится больше всего моя самая любимая площадка это сачи потому что состояние когда за тебя кто-то все это сделает когда тебе не нужно там не знаю бежать на почту не нужно делать каких-то 150 тысяч лишних действий когда приедет к тебе курьер из дичели просто заберет твою работу это очень круто потому что каждый раз когда я отправляю работу на сачи там дичелем то я сразу забываю про эту работу и мне нужно там когда я отправляю через арт-файндер вспоминать через неделю так так я же работу отправила надо посмотреть срочно через приложение где она там не застряла у меня на таможне да то есть это мой геморрой всегда если я отправляю даже и местом когда идет продажа на арт-файндере на сачи я отправила и забыла даже если какие-то сложности есть сачи с дичелем решает эти сложности и если вдруг что-то настолько сложное то они обращаются ко мне да то есть это все делегировано и в этом прелесть этой платформы усинила арт есть свои фишки и в зависимости от вашего формата работ от стоимости работ от портфолио от бэкграунда да вы сможете понять на какую площадку вам с какой площадке вам лучше начать потому что продолжать всегда подавать заявки лучше когда у вас есть определенная уже база значит плюсы минусы сразу здесь скажу что будет бонусный урок help я не знаю английский чтобы все те кто мне пишут там директ в комментариях что у меня основной страх а я не знаю английский и это меня останавливает ребята есть очень много инструментов при помощи которых вы поймете что английский это вообще не стопор безусловно знать английский классно для своего общего такого знаете развития и например я не если бы я не знала английский возможно я сейчас бы была на вебинаре либо на прямом эфире роба сашина который бы мне рассказывал что английский язык знать нужно и важно но вот а в онлайн галереях и например при помощи инструментов которые я даю на курсе вы поймете что ничего страшного в этом нет и писать письма на английском языке те же самые cover letter вы тоже сможете при помощи этих инструментов и это не только google translate чтобы вы имели ввиду идем дальше это у нас был третий модуль так а вы пишите пожалуйста мне вопросы я постараюсь на них ответить мне хочется успеть рассказать про все модули а их у нас 8 и количество времени у нас ограничено так окей идем дальше а значит четвертый модуль четвертый модуль его раньше кстати не было раньше у меня была вторая неделя это подачи заявки вот прям сразу подачи заявки я рассказывала как писать заявку и так далее но спустя некоторое время когда курс мой выпускался я поняла одну фишку что для того чтобы заявка была максимально успешной нужно понять слабые и сильные стороны каждого художника и у каждого художника есть своя определенная стратегия показывая восхваляя свои плюсы и не говоря о своих каких-то минусах даже если они очень яркие и ярче чем ваши плюсы но эта стратегия она увеличивает вероятность получения положительного ответа по заявке поэтому на четвертой неделе я вам рассказываю какая может быть ваша стратегия подачи заявки на онлайн галерею в данном случае мы говорим про artfinder и про сингл арт какие критерии успешной заявки потому что очень часто пишут вот мне отказали через сколько можно подавать заявку заново вот здесь вот важный момент что если вам отказали у них на это есть причины и вот прежде чем подавать заявку заново нужно не подать ее заново а нужно доработать все те косяки которые у вас как бы знаете как вот эти вот все пункты которые для них важны но вы их не подтвердили не показали им и поэтому они вам отказали понимаете то есть вот в этом весь вся фишка я о критериях по каждой галерее а у них критерии разные я как раз таки также рассказываю на курсе и это очень важно слушая уроки вы будете уже сопоставлять с своей ситуации у вас это есть или нет есть или нет и у вас по итогу уже получится определенный как бы такой перечень набор о чем вам нужно просто кричать заявках и говорить и говорить как бы себе сильной стороны на этой неделе мы с вами если у вас еще нет регистрируемся на сачи начинаем публиковать туда свои работы потому что продажи уже на курсе происходит и чем нас больше с вами на курсе чем тем этот процент он всегда выше да то есть такое вполне вероятно дальше а для заполнения онлайн галерей вам будет требуется информация о вас как о художнике об этом я тоже расскажу как мы пишем bio artist statement описание работы вот эти все те нюансы которые вам нужны более того в этот модуль я добавила наверное тоже полгода последний назад когда вы публикуете работу вы должны уже понимать ориентироваться сколько может весить ваша работа я вот я помню специально добавляла в этот модуль табличку когда вы понимаете сколько ваша работа в зависимости от формата типа упаковки размера потенциально будет весить да вот то есть вот такие вот всякие мелкие знать какие-то нюансы которые я уверена вас стопорили на вашем пути я них уже подумала потому что я это все вижу в обратной связи от своих учеников когда они проходят курс и каждый раз дорабатывает добавляю здесь же бонусный урок по тегам рассказываю каким образом писать теги потому что теги для онлайн площадок для там за этого самого пинтереста для всех как соц сетей они абсолютно разные да в зависимости от целевой аудитории то есть того клиента и с какой целью он пришел на ту или иную площадку и расскажу обязательно об ошибках какие совершают ошибки другие художники когда делают теги пишут теги к своим работам идем дальше пока я ищу другую фотографию отвечу на вопрос по поводу того какое количество работ вы знаете достаточно уже большое количество тех смельчаков которые приходят на курс с 5 работами и у них вполне все получается и складывается понимаете здесь момент не того когда мне начать действовать да и какое количество будет у меня 20 работ и тогда я смогу точно пойти начать действовать эти часто бывает так что приходят с пятью семью работами и говорят вот у меня есть 57 работ но вы знаете они у меня все разные и мы уже своим экспертным взглядом можем посмотреть и сказать окей пусть они разные но например а вот эти работы они вас получается очень хорошо и например в нише этих работ это ниша как таковая она не занята и скорее всего если вы будете продолжать работать в этом направлении заявку на артфайндере вашу скорее всего одобрит понимаете здесь уже игра идет достаточно таким какая точечными выстрелами да чтобы вы понимали потому что вот это вот все я обо всем но вот когда у меня будет 50 работ тогда я смогу наверное действовать вот я бы вам советовал не терять время и начать действовать уже сейчас до чтобы понять и вообще в какую сторону то идти какой стене эту лестницу представлять идем дальше а значит модуль 4 как успешно подать заявку на онлайн галерею так я об этом рассказал уже 05 как раз таки момент подачи заявки и знаете в модуль 4 мы просим домашним задания нам направить а это мне и девочкам кураторам направить всю информацию о вас и вашей представленности в интернете так жду когда у меня да в модуле 4 мы просим вас направить информации в ваши социальные сети ваше портфолио то есть это все работы которые вы писали либо вы их уже загружаете на сачи чтобы мы понимали знаете полную картину потому что у кого-то много работ у кого-то уже выработанный свой стиль у кого-то огромный послужной список выставок у кого-то супер образование да кто-то уже делал продаж на других площадках то есть вот эти вот все моменты они нам очень важны чтобы мы понимали именно ситуацию каждого художника да вот поэтому тарифы с обратной связью и ценны потому что когда вы посмотрите урок это одно но вы не услышите обратную связь от человека если это не я а девочки кураторы а девочки кураторы они уже эту работу проделали они уже понимают от чего отталкиваться какие есть плюсы минусы и что важно для того же самого арт-файндера либо single art поэтому значит мы с вами в на этом уроке в этом модуле составляем заявку заявку мы пишем по по шаблонам которые я вам предоставляю в самом начале я рассказываю момент подачи заявки что важно для арт-файндера какие эти критерии показываю вам образец шаблон заявки что там должно быть как минимум и какие моменты важно подчеркнуть потому что часто бывает что начинаю там расписывать вот такое вот полотно о том какие я краски использую насколько я воодушевлен природой и так далее и тому подобное да то есть вот соотношение моя любовь к искусству и то что важно для арт-файндера оно не всегда релевантно и мы вас в этом начинаем поправлять и вот здесь вот момент относительно английского я сделала супер файл вы знаете вы как пазл сможете собрать из предложений на английском языке историю о себе в нужной последовательности потому что cover letter это официальное письмо которое там мне кажется в англоговорящем мире есть определенная как этика наверное написания этого cover letter то есть как нужно о себе рассказать в какой последовательности и в какой момент что нужно рассказать и вот используя этот шаблон используя вот эти пазлы которые есть в этом файле вы уже составляете это cover letter да то есть вы его пишете и присылайте нам на проверку вместе со всеми вашими социальными сетями и вашей представленности в интернете кстати вот по поводу представленности это могут быть не только соцсети это могут быть и публикации если вы уже с этим работали какие-то ваши там не знаю проекты там с другими там художниками участие в каких-то арт тусовках это тоже важно это тоже говорит вас как о художнике в бонусном уроке потому что мы уже ближе к делу с вами идем да нужно понимать какую цену поставить то есть цена образования на работу потому что это очень больной вопрос для большинства художников творцов потому что они не всегда знают понимает какую цену важно поставить вот сейчас насколько моя цена будет адекватно на онлайн галереях да и здесь важно не занизить потому что сразу будут вопросы у клиента может быть там все некачественно и возможно картинка вообще не соответствует реальности и не завысить потому что я понял мы проводили бесплатные недели в апреле и я понял один молодой человек мы еще знаете как бы мы проверяли домашние задания мы были немножко в шоке потому что он ставил на свои работы какие-то небольшие там что-то четыре тысячи долларов восемь тысяч долларов то есть вот такое ощущение как будто бы он посмотрел один из моих вебинаров понял блин реально же бывают такие продажи когда этот покупатель не смотрит на то кто написал ему просто понравилось дай-ка я пойду по этой стратегии ну то есть вот такого перекоса тоже не должно быть безусловно очень часто бывает так что художники переходя из например ярмарки мастеров либо с того же самого Эдси они могут вполне как бы правомерно повысить значительно свою цену публикуя эти же работы на онлайн галереях потому что на онлайн галереи приходят за авторским искусством за работами они не приходят за предметами интерьера а там я не знаю за игрушкой за мишкой который классно будет около там будильника у них на тумбочке около кровати они приходят за картинами они знают что я там могу увидеть реального художника с ним познакомиться и пообщаться если мне его работы понравится понимаете да то здесь в этом и есть большая разница и делюсь очень важным моментом здесь как системно писать работы потому что когда это все знаете в разрезе вот этого хобби а вдохновение это же так прекрасно у меня сегодня есть вдохновение я побегу сейчас в магазин куплю самый большой холст у меня есть идея 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 но потом наваливается одно пятое десятое мама там не знаю родственники еще кто-то ребенок заболел сопли кашель и вот это вот все грузом так тебе давит 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 нет никакого вдохновения и ничего не пойду я писать ну да я посмотрела вебинар саша робинсон но уже все эмоции ушли и писать то особо и не хочется да я это очень прекрасно понимаю я работала со своим вдохновением и поняла что на него рассчитывать не стоит если я хочу чтобы у меня это был регулярный доход я должна регулярно и писать картины и это встраивать и планировать в своей жизни кто-то мне написал в директе я писала про кого же а вика писала про свою продажу и она написала у себя после ежедневной работы в своем магазине и мне кто-то написал в директ что ежедневной работы господи да о чем вы рассказываете это же смешно и мне знаете хотелось написать извините меня а вы когда работаете в офисе вы что не каждый день в офис ходите вы не каждый день компьютер эту вилку в розетку включаете если вы хотите быть художником на каждый день на full time вам нужно работать каждый день вам нужно быть в своем онлайн магазине каждый день нет такой работы куда вы можете не ходить но вам за это будут платить деньги ну как бы есть такая работа быть художником как я вчера марине азотове написала по твоим stories скажут что ты только кофе пьешь а ты тут публикуешь stories что ты еще картину почти за 2000 долларов продала в тот момент я подумала что да это у художников так бывает но действительно есть такие моменты когда можно немножко расслабиться и выдохнуть в любой профессии но важно понимать что это работа на каждый день по другому она не работает вы должны этим болеть гореть постоянно что-то делать и придумывать что-то новое это важно да так кофе кофе у меня их целых два потому что маленькие стаканчики вот я к ним пришла и говорю ребят вам надо стаканчики побольше сделать но они конечно так меня посмотрели сказали ну иди уже отсюда а а я ему фишку подсказала им даже цену можно повысить так идем дальше шестой модуль открываю так шестой модуль настройка магазина да марина ван в эфире да ну так и есть шестой модуль это настройка магазина мы с вами начинаем заниматься внутрянкой магазинов потому что сразу возникает вопрос нужен ли уже пейпал либо не нужен а если отпуск не отпуск как с этим быть начинается вот эти все моменты адрес там возврата для заявки то есть вы начинаете понимать внутренность магазина что же вас ждет внутри потому что например на том же самом артфайнере платформа очень продуманная и там все очень много делегировано на художника когда вы сами для себя определяете в течение какого времени вы сможете отправлять картину прошла продажа и идет такой знаете таймер когда вам нужно отправить эту работу клиенту это очень важно то есть мы с вами начинаем разбираться со всеми внутренностями магазина каким образом настроена логистика потому что вам тоже нужно когда вы открываете магазин понимать какая будет стоимость доставки для клиента в какую страну будете вы по странам делать либо по континентам в зависимости от веса как вы будете упаковывать в зависимости от упаковки то есть вот эти вот все моменты и нюансы от которых возможно потом волосы будут дыбом они у вас будут все рассмотрены и те кто у нас идет на тарифе с поддержкой у вас доступ к курсу остается на 6 месяцев то есть вы сможете получив одобрение по заявке вернуться к урокам мы будем просмотреть и правильно заполнить то же самое ArtFinder и SingleArt когда это необходимо будет сделать то есть в этот момент мы заполняем с вами профили на онлайн площадках и начинаем разбираться в тех же самых тарифах ArtFinder в какой момент какой тариф можно и нужно брать чтобы понимать потому что тоже часто мне пишут спрашивают какой тариф что, как, зачем и так далее да, разбираемся с этим всем на курсе важно значит здесь бонусный урок очень важный возвращаясь к теме ежедневной работы с кем же я обсуждала недавно а с девочками кураторами мы обсуждали относительно скорости публикации они тоже говорили что когда они открывали только свои магазины что у некоторых уходило чуть ли там не по 3 часа времени на публикацию 1, 2, либо 3 работ то есть 3 часа это очень много и я на уроке вот как раз таки в этом бонусном уроке я рассказываю как за 38 минут я публикую сразу на 3 площадке свою работу это включает дополнительные изображения описание, теги и видео и я сейчас нашла суперспособ потому что кстати у меня этого не было в предыдущем курсе я сейчас себя запишу я сейчас раньше мне всегда хотелось ну то что я человек оптимизатор мне всегда хочется минимум времени, максимум результат и например вот у меня есть определенная система я работу написала я тут же ее там фотографирую в разных вот этих вот ракурсах, которые нужны для клиента и мне всегда хотелось сразу сделать видео его опубликовать тут же дать ссылку на онлайн галерею на видеоработ потому что видеоработ важно для клиента и у меня не получалось этого потому что у меня был ютуб куда я выгружала все свои видео а ютуб это долго на ютуб нельзя загрузить с телефона и у меня это был такой головняк потому что я понимала на телефон снимаешь, перекидываешь на компьютер даже у меня есть этот аирдроп который типа по блютусу перекидывает с телефона на компьютер с компьютера загрузить потом открыть онлайн магазин и это все вот знаете вот это вот тягомотина и ты думаешь лучше этого не делать чем делать и я этого не делала но я нашла способ при помощи другой площадки как с телефона сразу записываешь видео отправляешь его на этот ресурс где можно сразу с телефона загрузить и тут же загрузить на онлайн галерею в общем это моя новая фишка она добавлена в этом курсе да идем дальше спасибо вам за сердечки так идем дальше моя жизнь за пять дней в фотографиях называется значит седьмой модуль мы уже с вами приближаемся к такому казалось бы для многих супер важному моменту но он действительно важен и я знаю что там вот сейчас Мария да вы писали в чате выпускников у нее сейчас отправка происходит работа той самой за миллион и она очень сильно нервничает и она кстати вчера нереально показала Мария я не успела вам написать в чате но я видела вот этот конверт который вы расписали это божественно это нереально круто и это вот прям для картины которую купили за миллион когда еще автор расписал конверт в котором лежит сертификат все соответствует цена ценность и исполнение вот это прям идеально да и в седьмом модуле мы с вами подробно начинаем говорить про упаковку и доставку картин за рубеж просмотрев этот модуль у вас будет четкое понимание в каком формате и продавая через какую площадку лучше отправлять потому что например я отправляю через сачи я пишу один вариант доставки и упаковки через артфайндер это может быть совершенно другое в зависимости от картины потому что на упаковку влияет абсолютно все кто повезет как долго она поедет какой размер работы и какой вес должен быть нужно думать про вес либо не нужно думать про вес при той или иной отправке потому что это все очень сильно отличается в зависимости от перевозчика и того кто платит за эту перевозку то есть это очень важно и я в уроке в части упаковка и доставка как раз таки об этом и говорю в разрезе именно этого но безусловно у вас будет вся информация как упаковать бумажную работу как упаковать бумажную работу которую вы не хотите скручивать в тубус как упаковать работу 80 на 100 это холст а как упаковать пастозную живопись а как упаковать работу сделанную пастелью да потому что пастельные работы они очень капризные да то есть как с ними быть то есть все вот эти вот моменты и нюансы справка на вывоз и можно ли ее получить в онлайне или нельзя и какие сейчас есть траблы и что с ними делать и начинаем уже подходить к такой щекотливой теме а таможенное декларирование страхование когда необходимо когда оно включено и вообще как собирать этот пакет документов бонусным уроком здесь идут налоги потому что все их очень сильно боятся налогов ну на самом деле это такая нормальная тема да потому что налоги нужно и важно платить чтобы спать спокойно да мы об этом тоже говорим и каким образом что с ними делать значит по результату этого модуля у вас будет уверенность что когда у вас произойдет продажа вы как минимум сможете правильно упаковать и понять ваши последующие дальнейшие шаги а мы идем к восьмому модулю значит очень такая большая была проблема что даже после курса прибегали ко мне в директ и говорили что у меня произошла продажа что мне делать я помню ты рассказывала как это как все нужно сделать но я уже что-то забыл кому-то уже недоступны материалы я поняла что нужно сделать отдельный урок в котором я пошагово расскажу в какой момент нужно позвонить эксперту и сказать когда вы мне сделаете справку то есть вот это вот все шаги я расписала но сейчас я поняла что нужно еще идти дальше больше нужно прям по каждой бумажке рассказать и показать сказать вот эта бумажка потому что я помню у кости горелого была продажа на сачи по-моему первая и он мне тогда написал и просто вот про каждой бумажке спрашивал но у него тогда были консультации доступные и он мне прям по каждой бумажке и я поняла что нужно рассказать про каждую бумажку как ее заполнить и вот в этом курсе как раз таки про каждую бумажку и что там писать как быть с псевдонимом и в какой момент нужно кричать что у тебя псевдоним и что твое реальное имя другое я этих моментов уже знаете сколько прошла сачи я это очень хорошо знаю и каждый раз как бы сразу же отслеживать так на реальное имя или на псевдоним они мне опять документы прислали то есть вот эти вот все моменты они есть в этом бонусном уроке значит восьмой модуль он полностью посвящен про продвижение магазина первое я рассказываю про алгоритм потому что чтобы вам было проще понять у любой онлайн платформы так же как и у например того же самого инстаграма есть свой алгоритм при помощи которого работы продвигаются художники продвигаются среди всех остальных я про этот алгоритм рассказываю в самом начале значит потом рассказываю как попасть в коллекцию да что нужно делать чтобы кураторы вас заметили то есть это тоже такой момент очень важный потому что любое добавление в коллекцию это заявка на продажу это такое знаете как бесплатные промо со стороны онлайн площадки потому что любая коллекция которую они создают это определенное такое выделение художников из общего такого объема масса художников которые они выдвигают и показывают вот на этого художника обрати внимание на этого обрати внимание то есть как быть тем самым художником дальше рассказываю про бесплатный и платный маркетинг на площадках и здесь сразу скажу что бесплатный маркетинг он не могу сказать что он более рабочий но можно обойтись и бесплатными способами не оплачивать тот самый homepage промоушен который сейчас есть на артфайндере то есть можно и бесплатными своим трудом своими ручками это все сделать да просто важно понимать что когда лучше всего делать и в какие моменты какие инструменты применять да это важно значит расскажу как работают рейтинги для художников как в них попадать в эти рейтинги по тегам опять возвращаемся вы в самом начале изучили информацию когда вы публикуете свои работы на площадках вы уже это отрабатываете на практике и здесь мы к тегам с вами возвращаемся и каким образом приводить себе клиентов на онлайн магазины с пинтерест потому что пинтерест это еще одна платформа о которой мало знают вообще в россии но она очень раскрученная на англоговорящем мире да то есть я сейчас имею ввиду сша великобритания европу то есть в сша насколько я помню то она по моему третье место занимает после гугла и чего то там и вот сейчас у меня такое складывается впечатление что инстаграмом особо не пользуется в европе да то есть он не настолько популярен как например у нас в россии да потому что у нас мне кажется такое сумасшествие с инстаграмом со всем этим контентом который все туда публикуют то есть вот этот момент очень важен вам нужен трафик из живых покупателей из живых людей потенциальных покупателей а кто это либо сам коллекционер либо дизайнер который оформляет чей-то интерьер потому что картину в интерьер даже за те самые тысячи долларов которые для нас кажется достаточно дорого для durava тысячи долларов за картину отдать для некоторых людей но как бы это такое ну это вжих и это подбирает даже не сам тот человек и подбирает коллекционер не коллекционер а его там не знаю дизайнер который составляет ему интерьер и надо идти там где дизайнеры дизайнеры очень часто бывают на пинтересте и еще там идеи для вдохновения То есть этот момент очень важный. Дальше идем. Промо-акции, промо-компании в вашем онлайн-магазине. Когда и каким образом их делать, составлять? То есть вот эти все моменты из таких мелочей, которые не всегда понятны, как их делать, они не всегда видны, но на практике и работе с другими художниками я их всегда коллекционирую, собираю и добавляю в обновленные курсы. Значит, еще не рассказала. Такой будет бонусный урок. Это я тоже добавлю во второй модуль к заявке. Каким образом из своих 5-7 работ сделать видимость, как минимум, было 5, но по видимости у вас будет минимум 15-20. Потому что этот вопрос всегда остро стоит, потому что от тех, кто приходит на курс с маленьким количеством работ, вас очень много. И я помню, как я прямо сидела и выписывала себе, так, можно таким образом публикацию сделать, а можно так сделать публикацию. То есть каким образом вот эту видимость, ее можно увеличивать. То есть видимость по объему вашей работы, вашего вот этого творческого пути, что очень важно для заявок. То есть вот этот момент, он тоже будет раскрыт и он добавлен в курс, да. Так, хорошо, давайте по вашим вопросам. Какие у вас есть вопросы по курсу? Потому что я так понимаю, что я рассказала, что хотела по всем модулям. Так, поставьте мне плюсики, кто на курсе, кто уже в нашем чате. И хочу сказать сразу, сейчас к чату я вижу, что присоединилось там процентов только 30 пока. Пожалуйста, заходите в чат, присоединяйтесь к каналу, к чату. Когда вы произвели стопроцентную оплату, вам в имейл пришла информация. И в этом же имейл находится ссылка на чат, на канал курса. То есть эту ссылку нужно искать в вашем имейл. Это когда вы произвели стопроцентную оплату. Если вы внесли предоплату и сейчас должны сделать полную оплату, вот как только вы сделаете полную оплату, стопроцентную за курс, вам сразу же автоматически отправится этот имейл с доступом в этот чат, в этот канал. То есть необходимо полностью произвести оплату. Если вы брали курс в рассрочку, то как только вам банк сделал подтверждение, как только деньги по системе нам перечисляются, у нас система воспринимает вас как ученика, она вам тут же отправляет это письмо с имейлом. То есть добро пожаловать, вот ваша ссылка на чат, на канал. 27 числа, когда официальный старт курса, вам придет письмо, и вам откроются уроки на гет-курсе. То есть не все сразу, а уроки будут открываться согласно расписанию. И самое важное вам посмотреть, ознакомиться с правилами. Если у вас есть вопросы, задать свои вопросы, чтобы мы вам на них ответили. Значит, что важно? В этом курсе у нас есть первое, я уже сказала, домашнее задание. За каждое домашнее задание мы вам начисляем баллы. Зачем нужны баллы? Потому что у нас есть подарки. И я сейчас вам их покажу. Какие подарки для самых активных учеников. Так, главное их сейчас у меня найти. И на самом деле я скажу, что я раньше думала, наверное, мотивации достаточно, да, у всех тех, кто приходит на курс. Но какое было мое удивление, что качество прохождения курса увеличивается. И насколько лучше и качественнее выполняются домашние задания, когда у нас есть бальная система. И вот здесь вывод такой самый классный, что круто, что мы это сделали. И моя помощница, наша фея Наталья это все реализовала. Так, я ищу, ищу. Значит, за третье место. Давайте начнем с третьего места. Это у нас идет в подарок. У нас будет три места. В подарок будет настольный этюдник. Он очень мобильный. Он очень качественный. Но я вам сразу скажу, что я не иду по принципу, выбирая что-нибудь подешевле. Я сама люблю качественные арт-товары, потому что я их люблю и понюхать, и потрогать. Для меня это очень важно, жизненно важно. Понюхать, потрогать. Иногда я даже ловилась на мысли, что я хожу в арт-магазин, понюхать запах красок. И вообще вот это вот состояние половить. Потому что все приедается в нашей жизни. И даже своя мастерская приедается. Нашла. Так. Значит, вот он, этюдник настольный. Это за третье место. Получит у нас тот, кто наберет достаточно большое количество баллов. И получит этот этюдник. За второе место. Сейчас я вам покажу. За второе место. Этюдник, с которым можно уже идти на пленэр. Это сразу же будет такая заявка идти на пленэр. Либо не ограничивать себя в пространстве. И писать свои работы. И писать свои работы. Не только на кухне, как я это делала в самом начале. У меня даже есть эти фотографии. Мне хочется вам тоже как-нибудь показать в своих сториз. Вот он, этюдник, с которым можно идти на пленэр. Либо занять центральную часть вашей квартиры. Либо дома. И сказать всем окружающим, что я художник. И я этим горжусь. И совсем скоро я буду продавать свои работы. А вы мне будете завидовать. От того, что вы за эти деньги ходите каждый день в офис. А я могу продать всего лишь одну картину. И сейчас я вам покажу за первое место. Это наикрутейший мольберт. Причем у нас Владлена, которая выиграла этот мольберт. Она же показывала. Ну, в сториз все опубликовали. Она показывала, что этот мольберт. Она у нее, он был в листе. Карту желания составляет. И представляете, она его получила. Даже, по-моему, мы ей отправили. И получила она даже лучше, чем она хотела. То есть вот, ну, как бы, да, я эзотеричка. Мое второе имя. Но, тем не менее, я это верю. У меня это работает. Потому что по-другому я не знаю как. Так, почти нашла картинку. Вот он, мольберт. Нереально классный. Он может быть в разных плоскостях двигаться. Он очень качественный. Внизу, видите, полочка у него есть, куда можно все складировать. Здесь можно писать как маленькие форматы, так и большие форматы. Это, насколько я знаю, мольберт от фирмы Гамма. То есть это не Китай, а Алиэкспресс. Это хорошие, качественные мольберты, на котором будет нереально, наверное, круто писать свои работы, свои шедевры. И тут же их продавать за рубеж, за хорошие деньги. Ребят, это все, что я хотела вам рассказать про курс. Получилось в двух видео. Так, давайте, какие есть вопросы. Вот я вижу ваши сердечки. Да, это очень круто. Да. Я на самом деле стараюсь, потому что я уверена, и в этом моя миссия, что вот это количество художников и вообще отношение к художникам, оно должно поменяться. Потому что художник — это не тот, кто наливает и бедный, и несчастный художник. Это современный человек, который зарабатывает достаточно для того, чтобы вести достойный образ жизни и заниматься своим творчеством. И об этом, и обо всех этих инструментах достижения этих целей я рассказываю у себя на курсе. Всех, кто хочет присоединиться, мы сейчас открываем небольшое окно продаж, чтобы вы могли присоединиться. Я провела встречу с кураторами и поняла, что мы можем взять еще небольшое количество людей. Вы можете это сделать. И в воскресенье, уже в это воскресенье, мы закрываем это окно продаж, и цены меняются на очень большие. Чтобы потом все те, кто не решились, кусали локти и ждали следующего запуска. И смотрели мои сторис и думали, ну вот, почему я не пошел на курс, они там уже продают, а я все сижу и жду. Вот, чтобы вы не ждали, а начали действовать. Все, всем пока, до встречи на курсе. Чао!